Я уже сделал два видеоматериала на тему Звездного Герба и полагаю, этот будет завершающим, зато и самым жирным, и меня это пугает. В принципе, создается впечатление, что основная проблема Герба как произведения — неудачная идентификация аудитории и аудиторией. Целевая аудитория Герба — фанаты классических космоопер и научной фантастики Серебряного века. Я уже говорил о сходстве с Вебером, но там есть еще и Хайнлайн, Азимов и даже Легвин. Но эта аудитория аниме особен не смотрит, а та аудитория, которая аниме смотрит, напротив, едва ли зачитывается работами в жанре классической космооперы. Это даже не шпилька в адрес любой из упомянутых групп, это просто допущение, основанное на имеющей место ситуации. Что же, имеет ли смысл колупнуть основу Звездного Герба, включая сюда все четыре сериала и книги, и разобраться в сеттинге? Нет, но я все равно это сделаю. Итак, для понимания Вселенной Герба надо разобрать несколько моментов. Первое — история, как все докатилось до жизни такой. Второе — геополитика, или в данном случае галактическая политика. Третье — технологии и фантастические допущения, которые, кстати, в немалой степени определяют политическую часть. И, наконец, четвертое — социокультурная парадигма АП, вокруг которых и закручена вся история. Если вдаваться в сверхподробности, то это все займет не часы, а дни, так что будем лаконичны. Большую часть того, что я опущу, можно найти в тематических вики или прочитав книги, доступные, кстати, на сайте hwood.com. Нет, это не реклама. Я, например, первые шесть томов себе уже на сам издател. Итак, начинается все с того, что человекам стало тесно на Земле. Потому человеки начали неуклюже заниматься развитием межзвездных технологий и терраформирования. Второе — осваивали шустрее первого, так что на Марсе яблони начали цвести раньше первых вменяемых межзвездных экспедиций. Зато потом где-то в облаке Оорта засекли любопытный источник энергии. Сточником оказалась частица, каковую поименовали Юанон. Что оно такое, никто так и не понял, зато эта частица фонила в пространство мегаватт-часами энергии, что, конечно, сделало возможную постройку легких и быстрых межзвездных кораблей. Откуда и стартовала реальная волна межзвездной колонизации. Благо, поиски в ближайших звездных системах вскоре снабдили землян еще несколькими десятками Юанонов. Колонизация шла беспорядочно и децентрализованно, зато без предварительной разведки. Благо, наличие технологии терраформинга почти гарантировало возможность хоть как-то допоселиться. Полеты до внятных звезд все равно длились от сотен до тысяч лет, так что обратной связи с колониями или их реестра пеньясин никакого не было. Летели на кораблях по колени или в анабиозе, кто как потянул. Одним из таких кораблей стал Лейф Эрихсон под командованием капитана Мартина Хайд. Важно то, что всем желающим Юанонов не хватало. Одними из желающих были отгрохавшие себе в поясе астероида в колонию чокнутые японские изоляционисты из радикального общества, посвятившего себя очищению японской культуры от наносного. Они перешли на древнеяпонский язык и заново изобрели себе письменность, а с окружающей солнечной системой общались мало. Зато среди них были толковые генетики. И вот что они придумали. Вырастить искусственных человеков, использовав генетический материал местной элиты, и адаптировать их к условиям высокогравитационного полета и невесомости. Ну и отфутболить в космос, искать пригодные для колонизации миры или юаноны. По нахождении вернутся. Сказано, сделано. 30 постчеловеков с синими волосами и склонностью к дисциплине и почтению традиций. Выращены, воспитаны, запихнуты в корабль и отправлены во своясе. Пока они там шлялись, наши славные изоляционисты и сами намутили пару юанонов, и в большей части разлетелись покорять звезды. А синие волосы их творения летали себе, летали, 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 и пришли к выводу, что их миссия, она отнюдь не очень интересная. Зато периодически попадающиеся колонии, которым нужны товары, услуги, информация, очень даже. Забив на миссию, они принялись расширять свой корабль, размножаться и строить бизнес. Под шумок они набрали ни много ни мало 8 юанонов, так что их судно Абриэль стало очень и очень шустрым. А способность экипажа легко переносить жесточайшие перегрузки сделала их бизнес весьма прибыльным. Правда, дурная привычка ронять термоядерные знаки недовольства на головы тех, кто, как они считали, пытался их надуть, заработала им дурную славу. От первоначальных членов экипажа пошли и семейства, каждая из которых передавала потомкам знания и навыки, соответствующие их постам на корабле. Капитаны учили капитанов, инженеры инженеров, генетики генетиков и тому подобное. В один момент до кого-то в экипаже дошло, что они немного забили на их первоначальную миссию, и, скорее всего, сердитые создатели скоро пошлют по их душу опричников с наганами, ну или как-то так. Поразмышляв, начальство в лице капитана, которого, как и корабль, именовали Абриэлем, предков которого тролли-японцы вывели с острыми ушками, решило вернуться в Солнечную систему и покалякать за жизнь. Для верности построили несколько боевых корабликов. Вернулись. Жители, под измельчавшие астероидные колонии, не совсем въехали, что это не 30 олухов на старом корыте, а пара десятков тысяч очень хорошо вооруженных и считающих себя независимыми торгашей. И на переговорах без опиняков сказали, «Вы не люди, вы машины и принадлежите нам, ясно?» «Ясно» отозвались те и взорвали колонию к чертям вместе со всем населением в пару миллионов человек. Осознав, что они натворили, Аб назвались Аб и покляли снести по жизни культурные парадигмы колонии. Частота культуры превыше всего. А потом, еще лет 500, страдали той же фигней, что и прежде, потихоньку расширяя бизнес, пока кто-то из рода Бибас не открыл некоторые интересные свойства юанонов. Аб улетели к далекой звезде, проторчали там лет 50 и потом вернулись, но уже как завоеватели. Юаноны оказались порталами в параллельное измерение, двухмерный космос, позволяющий хорошо как обгонять свет. Аб считали себя единственными владельцами этой технологии, и считали, что заполучив ее, человеки сразу начнут воевать друг с другом по поводу и без. Потому они приняли решение отжать космос себе, а планетников ограничить в способности контролировать этот самый космос. Если получится, грех с подрывом прародины вроде как искуплен. Аб тихо-мирно расширялись, да вот незадача. Параллельно, примерно одновременно с Аб, плоскость, открыли еще несколько систем. И да, начали формироваться межзвездные империи, начались и первые межзвездные войны. Сколько это длилось, сказать сложно, но к современности осталось пять государств. Империя Аб и Четверной Союз, состоящий из Объединенного Человечества, Ханийской Федерации, Суверенного Союза Независимых Звездных Систем и Республики Большого Альконта. Аб отжали примерно половину обитаемого космоса, остальное досталось четверке. Но самое важное, что последняя аннексированная Империя и Звездная Система, прежде независимая и изолированная система Хайд, окончательно отрезала Четверной Союз от возможности расширяться путем прямой колонизации и звездных систем через плоскость. И вот тут мы и доходим до событий, показанных в сериале, а значит, об этом после. Геополитика и галактография в сеттинге одновременно проста и сложна. Проста она вследствие крайне ограниченных данных по четверке. Серьезная информация об устройстве этих ребят выплывает только в шестом томе звездного флага, вышедшем в 2018 году. Важно то, что экономика всех государств держится на межзвездной торговле. Многие системы не могут себя обеспечивать, обладая избыточным для способности производить пищу населением или недостаточной промышленностью для производства всех необходимых товаров. Миграция между планетами крайне мала вследствие дороговизны перелетов. Гонять туда-сюда корабли могут позволить себе военные и крупные торговые компании. Потому люди меняют место жительства, либо работая на космос, либо принимая участие в колонизации. Деньги определяют способность поддерживать армию и экспансию, что жизненно важно для любой империи. А обманываться не стоит. Космос поделен между пятью империями, как бы они там ни назывались. Четверной союз, естественно, нестабилен. Он держится на превосходстве объединенного человечества, в два раза превосходящего каждого из участников союза по отдельности, и постоянной угрозе со стороны империи АП. Империя при этом разумно игнорировала Четверной союз. Их целью был захват контроля над пространством для дальнейшей колонизации. Это эффективный способ буквально удушить остальных четверых. Они либо перебьют друг друга, либо вымрут сами вследствие коллапса экономики, либо объявят войну империи, пытаясь выправить динамику. Происходит, очевидно, последний сценарий. Но и он разыгрывается в конечном счете не по тому сценарию, который хотели империи навязать. Сила и слабость империи же кроется в восьми сордах, открытых юанонах или вратах плоскости, находящихся в столичной системе на орбите звезды Абрель. Эти сорды ведут в отдельные территории, именуемые королевствами. Скир, Ириш, Ларш, Виско, Баркер, Сулзаде и Крив. Каждым из этих королевств правит внезапно король. Хотя титул этот скорее почетный, чем функциональный. Реальную власть империи имеют три института. Это император или спуней, совет старейшин, по сути парламент, и территориальное дворянство, Вода. Спуней обладает властью близкой к абсолютной, но при этом совет старейшин императора может устранить в любой момент. Власть империи зиждется на взаимодействии с Вода и Сиф, дворянством в целом, включающих не только Вода, но и безземельных дворян, которые единственные в империи повинны платить налоги, будучи обязанными вести экономическую деятельность как торговцы или руководители, связанных с наличным во владениях наземным правительством торговых компаний. Вообще структура общества в империи весьма интересна, как и положено монархии. Есть своеобразная табель о рангах и несколько сословий. На планетах живут наземники, СОС, за которых отвечает семей СОС или наземное правительство. Планеты освобождены от уплаты налогов, но обязаны, вероятность орбитальной бомбардировки, кстати, неплохо стимулирует обязательства выполнять, предоставлять желающим право переходить в имперское гражданство, лев, и служить в космическом флоте империи, лабуле. Лев не связаны с законами планет, зато связаны с законами империи. Они служат либо в лабуле, либо в торговом флоте, либо состоят в ассальных отношениях с СИФ, по сути работают по контракту. Это второе сословие. Лев и СОС приравниваются друг к другу, разница лишь в их подотчетности законам планеты или империи. СИФ же это дворяне. Дворянство можно заслужить множеством способов, но, как правило, через достижение высоких постов в империи. СИФ ранжируется, и каждый следующий дворянский ранг налагает больше обязательств на дворянина. Меньше всего мороки у баронов, им вверены системы, непригодные к заселению, и их функция, по сути, добывать там полезные ископаемые и платить налоги. Виконты тоже халявщики, им вверены необитаемые звездные системы, которые они обязаны когда-нибудь заселить. Заселение повлечет за собой автоматический переход в статус графа. Граф, очевидно, правит звездной системой с населением, и потому, помимо задач и обязанностей, барона по добыче ресурсов должен еще и обеспечивать прибыльность торговли с местными СОС. Граф может мутировать в маркиза. Маркиз, соответственно, в герцога, по мере роста населения и объема экономики системы. На тех возлагают еще больше задач, типа организации верфей, служб снабжения, поддержки и функционирования военных баз и иже. Девиз империи выше статус, выше обязанности, и империя жестко карает сив за провалы в исполнении возложенных на них обязательств. Благо, никто не мешает им отказаться от титула, если они не справляются. Это, конечно, жуткий позор, но чьи это проблемы-то? В самом верху пирамиды сидят Абриэли. Эти восемь семейств, перечислять которые мне в лом, состоят из трех категорий претендентов на трон, императора и экс-императоров. Претенденты на трон и император носят фамилию Абриэль, вдобавок к родовой фамилии. Претенденты соревнуются в занятной игре «Стань главнокомандующим». Тот, кто первым дослужится до адмирала флота в пределах одного поколения, становится кронпринцем, если это одобрит совет старейшин. Действующий кронпринц становится императором, а император оставляет престол и уходит троллить молодежь в совет старейшин. Если бы не генетические модификации Аб, работать такая система не могла бы, ее бы давно расшатали рвачи и карьеристы в компании с коррупционерами. Но Аб генетически запрограммирован и стремится к иерархической стабильности, а потому рвачи вместе с карьеристами, если и случаются, огребают ушат общественного презрения и на том и заканчивают. Все это, вкупе со специфической историей империи, приводит и к специфической ее дипломатии и международной позиции. Империя, как мы уже знаем, не трогала миры Большой Четверки до начала войны. Это полностью лишало Четверку возможности впрямую взять и объявить империи войну, но не мешало буквально столетиями вести жестокую антиимперскую пропаганду среди населения. Склонность Аб к изоляционизму и особенности межзвездных путешествий этому только способствовали. Конечно, межгосударственную торговлю империя вела, в ряд своих приграничных портов они запускали корабли других держав. Скорее всего, через них же шел слабый ручеек эмиграции и эмиграции. С началом войны это дело, несомненно, практически свернулось. Некая разрозненность и внутренние дрязги Четверки привели к тому, что на первом этапе войны прямую боевые действия велись практически исключительно силами Объединенного Человечества, при лишь весьма опосредованном участии остальных держав. Ханя и вовсе не стала объявлять войну, невзирая на обязательства в рамках Новосицилийского договора, закрепившего создание Большой Четверки официально. Как говорилось выше, о внутренних делах Четверки мы знаем мало, больше всего информации есть об Объединенном Человечестве. Это своеобразная амальгамация маоистского Китая и Соединенных Штатов. Объединенное Человечество – государство с демократической формой правления, но при этом очень жестким идеологическим фактором. Промывание мозгов населения – модус операнди очи. В государстве действует единый госязык, нормы на внешность, одежду, поведение, привычки – все унифицировано в рамках всей межзвездной нации. При оккупации планет несоответствие стандартам подавляется через систему концлагерей и жесткую карательную машину. К культурным различиям отношений несколько мягче. Скажем, обязательное изучение языка ОЧЭ относится только к детям, взрослым дозволяется его не изучать. Так, 100% населения переходит на него в принудительном порядке, когда умирает последний, кто имел право его не учить. Про остальных мы знаем и того меньше. Суверенный союз независимых звездных систем крайне раздробленный и в этом плане похож на империю АП. Каждая планета предоставлена себе и считается формально суверенной, но сдавшей свой суверенитет на сохранение центральному правительству. Ханийская федерация, напротив, централизована не менее чем ОЧЭ. Но, помимо правительства, они сильно завязаны на законодательно обязательное принятие решений с учетом анализа ситуации посредством комплекса искусственных интеллектов, в области создания которых ханийцы продвинулись на порядок дальше других. Заметим, что искусственные интеллекты не принимают окончательные решения, но выносят оценку ситуации и комплекс рекомендаций по ее решению. Мини-спойлер. ИИ дружно рекомендовали капитуляцию в начале войны, однако ястребы в правительстве прожали нейтралитет в надежде на последующую в войну вступление. Технологии, применяемые в этой войнушке, весьма примечательные и во многом завязаны на тот самый двухмерный гиперкосмос. ФАТХ, очевидно, двухмеренно, значит оси ЗЮ там нет. Более того, гравитацию в привычном понимании в ФАТХ тоже не завезли. Корабль, попадая в ФАТХ, немедленно разложится на местную вариацию элементарных частиц, что-то вроде овеществленной энергии, называемой Субфлазат. Эти частицы либо выплевываются в ФАТХ открытыми сортами, либо вытягиваются из ФАТХ закрытыми. Каждый корабль, чтобы существовать в ФАТХ, создает вокруг себя пузырь реальности, электромагнитный кокон, поддерживающий вокруг корабля зону трехмерного пространства. Называется такой пузырь Флазат, а устройство его генерирующее – Флазация. При полете Флазат все время вращается. Скорость его движения определяется поворотом оси вращения. Если она перпендикулярна плоскости ФАТХ, корабль стоит на месте, если параллельно летит с максимальной возможной скоростью. Вектор движения задается направлением маршевой тяги корабля. Поддержание Флазат требует энергии, вне зависимости от скорости, а скорость зависит от массы. Причем, чем масса меньше, тем скорость выше. Однако затраты топлива примерно те же для любого класса корабля, поэтому в итоге жирные пузыри с несколькими судами – наиболее выгодное решение. Увы, у пузыря есть предельная масса насыщения, после которой он неизбежно распадается на несколько Флазат поменьше. Если же два Флазат встречаются, они сливаются в один, и их обитатели могут мирно беседовать по радио или перестреливаться. Связь ФАТХ возможна только с помощью прицельного пуляния субфлазат или запуска маленьких кораблей вплоть до беспилотных с сообщениями на борту. Для сканирования пространства используются масс-детекторы, анализирующие потоки субфлазаты, делающие выводы о перемещающихся в округе флазатах. Все, что о флазат можно сказать, это примерно оценить его массу и угол наклона, то есть определить скорость. Чье оно, что именно там внутри, пока не заглянешь, не узнаешь. Связаться, очевидно, тоже нельзя, до сближения почти в упор. Отдельно стоит сказать о сордах. В реальном космосе открытый сорт – это большой шар, встягивающий в себя свет и прочую энергию. Со стороны ФАТХ же сорт – это спиралевидная каракатица. При переходе через сорт корабль или субфлазат появляется в псевдослучайной точке на противоположной стороне, что резко ограничивает возможность прохода множества судов одновременно. Кстати, о судах. Флоты, как АП, так и Большой Четверки, состоят из схожих классов и типоразмеров судов. Самая маленькая и быстрая ФАТХ – это самоходная мина-перехватчик – ХАКСАТ. Они весят мало, а потому быстрые, но и топливо несут немного. Более того, поскольку топливо – это еще и взрывчатка, то мины не отличаются дальнобойностью. Но ХАКСАТ, тем не менее, в принципе, единственное оружие, способное поражать цели, находящиеся в других флозат. Далее идут курьерские боты – ПИЛЯ. О них говорить особо нечего. Они шустрые, не имеют особого радиуса полета и используются для связи между судами во флоте или, в крайнем случае, между близко расположенными флотами. Иначе им нужна регулярная дозаправка. Следующий класс – это ГЕЛ – эсминцы или истребители. Это корабли пожирнее с экипажем ЧЕК в 20-30. У АБ они вооружены в первую очередь антипротонной пушкой, средней мощностью орудием, пригодным в основном для отстрела других эсминцев или ХАКСАТ, заходящих по предсказуемой траектории, и лазерными пушками. Объединенное человечество навешали на свои тяжелые ракеты. Далее идут сторожевые суда – ЛЕЙТЫ. Их задача – принимать на грудь вражеский ХАКСАТ и ракеты и отстреливать, прикрывая менее защищенные суда. По сути, это летающие платформы ПВО. Примерно в том же типоразмере выполняют САПАХ – фрегаты. Это что-то вроде отожравшегося эсминца. Их впервые вводят в строй аж в районе флага 3, когда командование АП по итогам битвы за СОРД АПТИК принимает решение о необходимости введения среднего звена между ГЕЛ и РЕСИИ. Кстати о РЕСИИ – это патрульные суда. Аналог линейного крейсера – суд на прорыва или ведущее независимое патрулирование. Универсальный хребет флота – несут всего помаленьку и мины, и антипротонки, и лазеры, и ракеты. И, наконец, большие парни – АЛИК-линкоры. По сути, АЛИК – это здоровенный миновоз, способный выпускать их буквально пачками. АЛИКи нужны для подавления укрепленных позиций, прорыва плотного строя или, напротив, отражения массированных минных атак ответными контрзалпами. Что важно – АП полностью интегрированы в свои корабли. Кинетический АП, естественно. Внимательный зритель заметил, что все они носят такие себе диадемки. Они называются АЛЬФА. АЛЬФА – это хитрый девайс, снабженный ультразвуковым сенсором и системой связи с кораблем. Весюльки, которые АП вставляют в разъемы на креслах – КИСЕК – это как раз интерфейс связи с кораблем. Ромбовидная штука у них на лбу – это ФРАКАЙ – орган пространственного восприятия. Без АЛЬФА он лишь углубляет ощущение пространства, но АЛЬФА транслирует на него точную картину в широком радиусе или и вовсе схему пространства вокруг корабля, а для командующих и вовсе план поля боя. АП имеют своеобразное шестое чувство – чувство пространства, позволяющие им безупречно точно считать сложные траектории полета в уме и безукоризненно ориентироваться в пространстве. Именно поэтому, скажем, Лафиэль могла отстреливать солдат Объединенного Человечества пачками, для нее навести пистолет на цель – это даже не вопрос тренировки меткости, а скорее базовой координации. Кораблями АП управляют с помощью специальной перчатки, передающей импульсы от руки на Датакирль – кристалл-процессор корабля. Задача Датакирль – интерпретировать команды пилота и воспроизвести их. Мастерство пилота же, знание ТТХ и особенности поведения корабля и оптимальна их реализация. Подобные же перчатки используются корабельными артиллеристами и рядом других спецов. Современное общество АП многое унаследовало от их исторических корней. Следует понимать, что их социум прямо привязан к тому, в каких условиях формировалась культура и государственность АП. Так, отсутствие института семьи в привычном для нас понимании – мама, папа, дети – прямое следствие того, что первоначально все АП выращивались исключительно для обслуживания систем корабля и воспитывались старшим по званию сразу как новый офицер для занятия определенной должности. О Шурах с Мурами речь в ранние годы формирования АП как новой расы и вовсе не шла. Когда же такая возможность появилась, максимум о чем она могла идти – это о каких-то левых плотских утехах, благо толпа офигенских красивых мальчиков и девочек в замкнутом пространстве найдут чем заняться, или дружеских чатиков в свободное время. У АП не было в принципе никаких фундаментальных императивов, которые человеческое общество впитало за десятки тысяч лет своего развития. Институт семьи у людей развился как абсолютная необходимость для выживания в тяжелых условиях. Он развился в кланы, из клана выросли племена, и так в итоге родилась государственность. АП не проходили этого пути, отсюда крайне простая линейная система. Ты родитель, ты воспитываешь потомка. Это твоя прямая обязанность, прописанная законодательно. Откуда ты возьмешь этого ребенка – твоя проблема. Хочешь – рожай от дамы сердца, хочешь – купи нужные гены на аукционе, хочешь – вообще себя клонируй. Это никого не интересует. Важно, что твой потомок должен быть пригоден для приведения его генома в соответствии с имперским стандартом. Волосы синего оттенка, адаптации к условиям космоса, гены, связанные с иерархической общностью. Вообще, у АП есть долг жизни – пройти по трем путям, которые и определяют их культуру. Путь солдата, путь торговца, путь родителя. Живут АП по 200-250 лет, так что времени им хватает. Тем более, что они не стареют. АП в 20 и АП в 240 выглядят одинаково. Умирают АП через перманентное засыпание, вызванное срабатыванием гена, отвечающего за обнаружение деградации нервных окончаний. Старые АП спят все дольше и дольше и дольше, пока однажды не засыпают навсегда. Особое место в империи играют законы. АП раса торговцев, по-моему, их законы в плане финансов, трудовых отношений и прочего крайне оптимизированы. Второй пакет законов регулирует вопросы отношений империи СИФ, ЛЕВ и СОС. Главный аспект тут – ответственность в рамках иерархии. Империя карает монетарно и социально. И, наконец, третий пакет – это уголовное право. Эта область рассмотрена как в книгах, так и в аниме очень слабо. Но известно, что очень-очень серьезно АП воспринимают убийства. Будучи в подавляющем большинстве атеистами, они не верят в переселение душ и прочее. А потому насильственное прерывание жизни в неформальных ситуациях, когда это неизбежно, рассматривают как чудовищное преступление. А необходимость помнить умерших, кем бы они ни были при жизни, как одну из важнейших своих обязанностей. Для убийц и, вероятно, преступников еще нескольких категорий, которые совершили особо тяжкие преступления, помимо обычных, тюрем припасен ад. Ад, по всему судя, это планета где-то в империи, состоящая из изощренных средств для пыток и причинения страданий в течение длительного периода времени. Попасть в ад, судя по всему, непросто. Нужно сделать что-то, ну, совсем уже мерзительное. И это должно быть доказано. Ну, или грохнуть аристократ, а Тед тоже вариант. И, напоследок, о заблуждениях. Несколько моментов, связанных с гербом, в своем видео о глупостях я не поднял, ввиду их глобальности и объемности. Тем не менее, многие, даже хорошо знакомые с сеттингом герба, имеют фундаментальные заблуждения в восприятии этого сеттинга или того, что он представляет. Как и в любой хорошей NF, герб представляет целую вселенную к изучению, и переварить ее целиком может быть сложно. Я не рискну утверждать, к примеру, что сам не упускаю никаких значимых деталей. Заблуждение первое. Герб — это ностальгия по японской имперской гегемонии, и это омерзительно. Само утверждение абсурдно на нескольких уровнях. Во-первых, ничего омерзительного в ностальгии почему бы то ни было нет. Человек не вправе выбирать свое прошлое и свои пристрастия. Благо, искусство и его автор — это две отдельные сущности. Несомненно, в империи обвоплощено множество черт феодальной Японии. Вот только черт британской империи в период ее расцвета в них даже больше. Есть черты прусской империи, российской империи и даже древнего Китая. Но когда ты проецируешь свою первичную идею, японец пишет про империю, созданную носителями элементов японской культуры, значит он гнет за японскую империю, значит он вообще пособник Гитлера и нацист 111. Ну, в этом случае попросту упускается масса прочих факторов. Беспристрастный анализ филенной герба показывает четкое осуждение автора многих проявлений японского империализма. Указывает он и на множество источников вдохновения помимо японской империи. Заблуждение второе. Герб — это ода о Евгенике, и значит автор буквально пиарит Гитлера и его идею расовой чистоты. Это еще один тезис, взорвавший мне мозг. Начнем по порядку и попробуем понять, откуда чушь вообще выплыла. В нацистской Германии и правда очень болели за расовую чистоту истинного арийца, и существовал в рейхе стандарт, как истинный арийц должен выглядеть, и как этот самый истинный арийц, стандарту удовлетворяющий, сразу имел многие привилегии перед простым гансом. Более того, нацисты подумывали о внедрении активной евгенической программы, призванной улучшить расу через скрещивание особо арийских арийцев друг с другом и получить тем самым еще более арийских арийцев. В империи Абб тоже беспокоятся о расовой чистоте и имеют имперский стандарт. Проблема, однако, заключается в том, что поверхностная схожесть не обязательно означает идентичность, благо система, применяемая Абб, расписана весьма подробно и упирается в их историю и культуру, а не в безумные учения нацистских оккультистов. Во-первых, Евгеника это способ стимулировать эволюцию, способ улучшать расу через селекцию ее представителей. В базовой идее Евгеники в принципе ничего дурного нет, проблема в невозможности гуманной имплементации евгенической программы, с которой следует априорная аморальность евгенических манипуляций на уровне общества. Вот только Абб Евгеникой не занимаются. Напротив, Абб избегают эволюции и заморозили развитие всей своей расы своим же стандартом. Об этом, к примеру, впрямую говорит императрица Ромаш, послама, а после в диалоге с послом Хани и премьер-министр империи, кстати, наземник. Более того, стандарт применяется только и исключительно ксив и выше. Это не привилегия, а обязанность аристократов как носителей имперской идеи жертвовать индивидуальностью во имя служения империи. Это прямая противоположность и логике, и идее расового стандарта Третьего Рейха, а с Евгеникой и вовсе никак не связано. Третье. Командующий силы Объединенного Человечества под сордом Аптик – идиот. Пытует мнение, что атака на сорт Аптик проведена полным недоумком, который не смог выиграть битву при десятикратном превосходстве. Утверждается, что командующий Объединенного Человечества должен был бы просто ввести флот в сорт после непродолжительного обстрела Хаксат и выиграть битву, имея превосходство в численности, поскольку не мог не знать, какова сила группировки в сорде находящейся. Начнем по порядку. До начала битвы командир АЧ не мог иметь на руках точных сведений о силах, контролирующих сорд Аптик. Даже в аниме весьма доходчиво показано, что на плоскости дистанция прямого обнаружения флозад крайне ограничена. Для сбора разведданных и даже отслеживания положения собственных сил используют не что иное, как курьеров и разведсуда. И даже тем нужно время, чтобы пролететь по сектору, собрать данные, вернуться и доложиться. Враг провел разведку ряда сордов, и предсказать вектор их атаки практически невозможно, но наиболее вероятные и осмысленные атаки на Аптик, где находится база флота, и Мескель, который позволит разорвать линии снабжения. Оперативные силы АП и Объединенного Человечества примерно равны, так что победит тот, кто сможет раздробить силы врага и уничтожить их по частям, либо же провести генеральное сражение, которое скорее всего приведет к очередной паузе введений войны лет на 10. Проблема же заключается в том, что несмотря на разведку, командующий ОЧ не может знать, где и в каком сорде или сордах сосредоточен флот АП. Это все игра в косвенные признаки. Они разведали тут и тут, значит могут напасть сюда и сюда. Мы увидели столько кораблей здесь, а здесь столько-то, значит остальные могут быть тут и тут. Фишка в том, что прибыв к Аптику, флот АЧ несомненно провел разведку сорда зондами или малогабаритными судами. Иначе и быть не могло. АП сами демонстрируют эту технику позже, во флаге 3. Рассветку скорее всего провели в разгар минного обстрела, когда АП не до отслеживания мелких судов. Вы нырнули, сняли данные, нырнули обратно. То сорт, как ни странно, имеет конечные габариты и конечную пропускную способность. Нельзя провести через него больше, чем N кораблей за раз. Чему равно N? А ВАП его знает. Больше нуля. Но, скажем, весь свой флот АЧ туда мы не пропихнуло. Вход флота АЧ во флаге 2 в аварийном порядке показывает, что за раз они вводили по 5-6 кораблей. Пусть при агрессивном входе нагнать можно больше, но это навстречу нескольким сотням судов, которые уже ждут снаружи, нацелившись на сорт. Конечно, это будет бойня, какой бы там численный перевес у врага не наблюдался. Именно поэтому расчет шел на минную атаку, которая обескровила бы защитника сорда. Если бы при этом разведка показала, что в сорде сидит основной флот, АЧ несомненно отступили бы. У них не было бы ни единого шанса прожать сорт. Блокировать его вечно они бы не смогли, а мин у флота внутри сорда было бы гораздо больше, в теории, конечно. Тем более, что мины в фатх опаснее, чем в нормальном пространстве. И, наконец, заблуждение 4. Начиная с флага 1, Джинта деградирует и превращается в бесполезный хвост, который Лафиэль таскает за собой из теплых чувств. Аргументы таковы. Джинта ничего не делает, тупит, не понимает элементарных вещей, занимает, по сути, декоративную должность, а дальше и вовсе уходит в фон. Эти аргументы основаны на прямых наблюдениях, и, казалось бы, с ними сложно спорить, но я имею возразить несколько вещей. Во-первых, Джинта, как ни странно, несмотря на тупизм, экипажам вполне уважаем. В худшем случае над ним мягко подшучивают коллеги-офицеры. То, что на мостике у него немного работы, извините, но еще капитан Лекш говорил об этом в гербе. Задача администратора в ходе боя оперативно уведомлять капитана о потерях и повреждениях, потому что у инженера на это времени может не быть. Его функция – учет, распределение, хранение снаряжения, обеспечение, бухгалтерия и тому подобное. Эти функции он, очевидно, выполняет на вполне приличном уровне. Его дальнейшая карьера вполне внятно показывает, что он способен выполнять административную работу при штабе флота. Нет, во флаге 6 он не только секретарь Лафиэли, как может показаться. Короче говоря, Джинта вполне компетентен и он учится, как и Лафиэль. Важно то, что Джинта больше не главный герой. Главный герой теперь Лафиэль. Именно ее мировосприятие, чувства и действия ведут сюжет, начиная с флага 1 и далее. Джинта важен для нее и именно поэтому он остается как значимое действующее лицо, но свою роль в глобальном повествовании он выполнил. Керб история о том, как Джинта смог стать достойным ап и вырасти над собой, заодно помогая в этом слишком уже самоуверенной принцессе. Флаг это история той самой принцессы и в этой истории среди прочих затесался Джинта. Только и всего.